Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами рассмотрим морфо-функциональную характеристику тканей периодонта в различные возрастные периоды у детей. Поговорим об аудиологии, рассмотрим патогенез, в классификации периодонтитов у детей, рассмотрим клинику, проведем дифференциальную диагностику и разберем лечение периодонтитов временных и постоянных зубов у детей с несформированным корнем. Давайте вспомним, что же собой представляет периодонт. Это хорошо васкуляризированная, богатая клетками и волокнами соединительная ткань, заполняющая периодонтальную щель между поверхностью корня и картикальной пластинкой лунки зуба. В сформированных постоянных зубах периодонтальная щель имеет более или менее равномерную ширину на всем протяжении сформированной части корня. Однако мы с вами видим, что ширина периодонтальной щели несколько неодинакова. В пришеечной и околоверхушечной области она больше, чем в средней, третьей, в продолжении, минимально. То есть имеет некоторую форму песочных часов. Коллагеновые волокна в периодонте располагаются в виде пучков. В радиальном направлении ориентированы пучки в области верхушки и в бифуркации. Продолжение же корня имеет косое направление по стенкам. Между пучками волокон располагаются популяции клеток фибробластов, остеобластов и цементобластов. Причем фибробласты составляют 30-50% объема. Они обеспечивают синтез и секрецию межклеточного вещества, то есть принимают активное участие в восстановлении поврежденных тканей периодонта. В цементе также имеются проводающие шарпеевые волокна, которые связывают его с альвеолярной костью. Кровоснабжение периодонта осуществляется периодонтальными ветвями зубной артерии. Особенностью периодонта является клубочковый тип ветвения. Иннервация осуществляется чувствительными нервными окончаниями из зубного сплетения, расположенного в основании альвеолярной кости. В периодонте они образуют кустовидные и клубочковидные нервные окончания. Функции периодонта. В первую очередь, главная, основная функция периодонта – это опорно-удерживающие, выполняющие укрепление зубов костной альвеолы и позволяющие ему переносить давление, получаемое в процессе жевания. Рефлексогенное осуществляется за счет большого количества чувствительных нервных окончаний, представляющих собой обширное рефлексогенное поле, насыщенное чувствительными нервными окончаниями. Пластическое выполняется в периодонте клеточными элементами, фибробластами, остеобластами и цементобластами. Трофическая функция осуществляется за счет развития сети капилляров и нервов, которые питают цемент и альвеолы. Барьерное обеспечивается клетками ретиклоэндотериальной системы – гистиоцитами, которые играют роль в поглощении и расщеплении белковых молекул. При воспалительном процессе они способствуют нейтрализации токсических продуктов, уничтожению остатков разрушенных клеток и волокон. Сенсорная функция периодонта обуславливается наличием окончаний нервных волокон, пронизывающих рыхлую соединительную ткань между пучками коллагеновых волокон и передающих периферическое раздражение центру. Образование периодонта начинается из зубного мешочка до прорезывания зуба. Одновременно с формированием корня развиваются соединительные тканные нервные волокна и сосуды периодонта. У 9-месячного ребенка мы видим период несформированного корня. Периодонт начинается у шейки зуба и продолжается до сформированной части корня, где сливается с тканью ростковой зоны. У ребенка 2,5 лет мы наблюдаем период сформированного корня. Закрыто апикальное отверстие. Ткань периодонта периодонтальная щель равномерно расширена по всей длине корня. В процессе формирования корня протяженность периодонтальной щели постоянно увеличивается, а величина зоны роста уменьшается. У 7-летнего мы наблюдаем период резорбции корня, наличие стертости. Обращаю ваше внимание на непосредственную близость зачатка постоянного зуба. При физиологической резорбции зачаток постоянного зуба находится в непосредственной близости, и лизис костной ткани соответствует тут же оппозиции. Резорбция корней временных зубов с интактным периодонтом. Мы с вами видим непосредственную близость, равномерная резорбция корней временного первого моляра и непосредственную близость зачатка постоянного зуба. Стадии формирования корня и периодонта. Многочисленные рентгенологические исследования временных и постоянных зубов позволили выделить 5 стадий формирования корня и периодонта. Первая стадия – стадия роста корня и формирования краевого периодонта. При этом ростковая зона на рентгенограмме значительной величины в овальной форме. Вторая стадия – несформированные верхушки корня и формирование бокового периодонта. При этом длина нормальной величины, стенки параллельны, канал корня широкий, в области верхушки в виде раструба, ростковая зона полуовальной формы. Третья стадия – незакрытые верхушки корня. Канал корня широкий, суживается по направлению к верхушке. Верхушечное отверстие широкое и незакрытое. Ростковая зона рентгенологически представляется у верхушки значительно расширенным периодонтальным пространством. Четвертая стадия – закрытые верхушки корня. При этом периодонтальная щель у верхушки несколько расширена. Верхушечный периодонт в стадии формирования. И пятая стадия – законченного формирования периодонта. Внутриротовая рентгенограмма ребенка 14 лет. Корни и периодонт постоянных зубов сформированы полностью. Периодонту сформированного временного зуба характеризуется рыхлость соединительной ткани, богатством клеточных элементов и капилляров, структуры и ширина периодонтальной щели нестабильны, так как вслед за формированием происходит резорпция корня. При резорпции зубов периодонт временных зубов превращается в грануляции. На данной рентгенограмме мы с вами наблюдаем патологическую резорпцию корней. Мы видим просветление в области дистального корня первого маляра. И зачаток постоянного зуба, вы видите, он несколько отодвинут. Он уходит от области воспаления, в отличие от физиологической резорпции, когда находится в непосредственной близости. На данной рентгенограмме мы видим обширную диструкцию костной ткани в области бифуркации и периопекальной области. Опять же, зачаток постоянного зуба находится в отдалении от временного. Что же такое периодонтиты и пути проникновения инфекции при периодонтитах могут быть различными. Это, во-первых, через канал корня. При инфекционном периодонтите, при нелеченном кариесе или при нерациональном лечении пульпита. Это может быть маргинальный путь развития при патологической зубодесневой борозде или неправильно установленной пломбы навысающей, которая ведет к развитию патологического зубодесневого кармана. Это может быть гематогенный путь развития при острое инфекционное заболевание ребенка. Либо контактный путь в случае остеомиэлита или синусита. По локализации периодонтита возможен опекальный или верхушечный периодонтит и маргинальный или краевой периодонтит. В этиологии периодонтита одним из главных моментов является инфекционный периодонтит. И вообще более 30% хронических периодонтитов у детей наблюдается вследствие неправильного лечения пульпита. Около 38% это результат нелеченного кариеса и 30% имеет травматическое происхождение. В этиологии периодонтита главную роль играет смешанная анаэробная и микробная микрофлора. Аэробы в первую очередь это стрептококки, эстафилококки и грибы кандида, анаэробная и бактериоиды. Неинфекционный периодонтит травматический возможен вследствие острой бытовой травмы при ударе ребенка в школе, в спортивных секциях, при глубокой экстерпации пульпы, если мы не работаем под контролем рентгенограммы, при травме эндодонтическим инструментом необходимо учитывать широкое апекальное отверстие у детей и в первую очередь во временных, но и постоянных зубах при несформированном корне, либо хроническая травма пломбой, либо коронкой. Пломба при завышенной пломбе или завышенной коронке, или неправильно изготовленной ортодонтической коронке. Возможен химикотоксический путь развития периодонтита при применении мышьяк, содержащих препаратов во временных зубах, при применении параформа и удлинении сроков наложения довитализирующих паст, при применении сильных антисептиков и при применении эндодонтических материалов, не рассасывающихся с корнем временного зуба. Возможен аллергический путь развития периодонтита, учитывая, что около 60% детей имеют те или иные аллергические реакции, очень часто мы наблюдаем аллергический периодонтит на лекарственные препараты, йод, формалин, антибиотики или на пломбировочные материалы. После лечения пульпита возникают боли, интенсивные, длительные боли, которые проходят только после удаления данного пломбировочного материала и замены его на какой-то другой. К сожалению, это либо методом подбора, либо возможный подбор при индивидуальной переносимости материалов. Тогда мы уже должны, выясняя аллергологический анамнез, такие пациенты говорят, у нас аллергия бывает на все, а однажды мне пациентка даже садится в кресло и говорит о том, что вы знаете, у меня развивается отек венки на перекись водорода. Вы знаете, отек венки – это бронхоспазм и лярингоспазм, которые иногда приводят к смертельным исходам. Если не оказать вовремя неотложную помощь. Поэтому на аллергический путь развития периодонтита нужно обратить на сегодня особое внимание. Патогенез острых периодонтитов при воздействии комбинированного этиологического фактора происходит альтерация клеток и тканей в области очага повреждения, при этом накопление медиаторов воспаления, гистамин, серотонин, ацетилхолин, тканевых протеаз, лейкотоксин и трепсин. Вторая стадия – стадия экссудации. Развитие воспалительной реакции. Характер реакции зависит от агрессивности этиологического фактора, анатомических особенностей очага и, конечно же, состояния защитных сил самого организма ребенка. В данном случае возможен острый серозный периодонтит, протекающий в 2 фазы, или острый гнойный периодонтит в 4 фазы. При остром серозном периодонтите развивается гиперемия и незначительная клеточная инфильтрация, и усиленная экссудация и массивная клеточная инфильтрация. При остром гнойном периодонтите – это, во-первых, периодонтальная фаза, когда гнойный процесс в границах периодонта, реактивное воспаление вальвиолярной кости. Вторая фаза – это фаза эндостальная, гной вальвиолярной кости с инфильтратом надкосницы. Третья фаза – субпериостальная, гной под надкосницей, субпериостальный абсцесс. Четвертая – субмукозная, разрушение переоста, гной в мягких тканях или субмукозный абсцесс. Безусловно, при острых периодонтитах главными и превалирующими является стадия альтерации и экссудации и менее выражена пролиферация. В стадии пролиферации происходит обновление структур периодонта, выздоровление, либо формирование очага хронического воспаления после острого гнойного периодонтита и переход в хроническую фазу. Патогенез при хроническом периодонтите фаза альтерации и экссудации выражена незначительно при равновесии этиологического фактора и защитных сил и наиболее выражена фаза пролиферации. При этом хронический фиброзный периодонтит, заранее обращаю ваше внимание, хронический фиброзный периодонтит возможен у детей только в постоянных зубах со сформированным корнем при высоких защитных свойствах организма ребенка. То есть это дети, занимающиеся физкультурой и спортом, совершенно здоровые, часто бывающие на свежем воздухе и имеющие довольно сбалансированное питание. При этом преимущества защитных сил над слабым патогенным фактором, самопроизвольный возможен хронический фиброзный периодонтит. При микротравмах незначительных хронические фиброзные периодонтиты развиваются при усиленном ортодонтическом лечении, при завышении сил ортодонтических. Очень часто мы наблюдаем у детей, когда при лечении у ортодонта ребенок хочет сократить время ортодонтического лечения. И вместо того, чтобы один раз в неделю подкручивать винт, он прокручивает каждый день или через день. Безусловно, это приводит к воспалению десневого края, к увеличению жевательной нагрузки и увеличению сил давления аппарата, что может быть причиной хронических фиброзных периодонтитов. Хронический фиброзный периодонтит возможен при лечении пульпита, исход лечения пульпита, когда не запломбировали до верхушечного отверстия на несколько миллиметров. Либо наиболее благоприятным исходом лечения других форм периодонтита. При этом грубоволокнистая соединительная ткань образуется в виде рубца. Островки грануляционной ткани, содержащие фибробласты, плазмоциты, происходит отложение цемента от активных цементобластов в области верхушки. Мы наблюдаем на рентгенограмме деформацию и сужение периодонтальной щели. Хронический гранулирующий периодонтит наиболее часто встречаемый у детей. Практически в 98% случаев во временных зубах мы наблюдаем хронический гранулирующий периодонтит, учитывая анатомо-физиологические особенности временного зуба. Мы с вами помним, что ткани периодонта находятся либо в стадии формирования, либо в стадии резорции. Пульпа зуба не имеет достаточно защитных свойств, как и ткани периодонта. Ребенок часто болеет простудными заболеваниями. Мы на сегодняшний день, к сожалению, наблюдаем очень часто нерациональное питание ребенка, недостаточное поступление витаминов и микроэлементов с пищей. Ребенок ослаблен. При этом будем наблюдать хронический гранулирующий периодонтит и в постоянных зубах у ослабленных детей, у часто болеющих детей при несформированных тканях периодонтов. Поэтому хронический гранулирующий наиболее часто встречаемый периодонтит. При высоком уровне защитных сил, при хроническом пульпите, при остром гнойном периодонтите. При этом грануляционная ткань содержит лимфоциты, плазмоциты, фибробласты и капилляры. В случае нарушения равновесия происходит постепенный рост грануляций, разрушение их, последующие восстановления грануляций в виде свища, резорбция цемента и донтида, гиперцементоз и образование вторичного дентина. На рентгенограмме мы с вами наблюдаем деформацию периодонтальной щели, очага разряжения альвеолярной кости в неправильной форме. Хронический грануляматозный периодонтит наблюдается при удовлетворительном или высоком уровне защитных сил организма. Патогенный фактор со слабым повреждающим действием, самопроизвольный, либо последствия острого воспаления. Хронический грануляматозный периодонтит – это деструкция костной ткани или деформация периодонтальной щели на рентгенограмме, очага разряжения альвеолярной кости округлой формы с четкими контурами. Четкие контуры нам формирует грануляционная ткань с фиброзной капсулой, имеющая плотное соединение с периодонтом. Для того, чтобы организм ребенка образовал эту фиброзную капсулу, ограничил процесс деструкции, должны быть сильные защитные свойства организма ребенка. Хронический грануляматозный периодонтит наблюдается при более сильных патогенных факторах, при сильных воздействиях на ткани периодонта, более инфицированный, более выраженный инфекционный процесс. Но ребенок здоров, у него субкомпенсированная либо компенсированная форма кариеса. Он не болеет хроническими заболеваниями, поэтому его организм в состоянии защитить себя и выработать вот эту данную фиброзную капсулу. Хронический грануляматозный периодонтит может наблюдаться только в постоянных зубах со сформированным корнем. Итак, периодонтиты мы делим на острые, хронические или обострения. Острые периодонтиты это сирозный либо гнойный, хронический. Очень часто у детей мы наблюдаем первично хронический периодонтит, особенно во временных зубах. Возможен гранулирующий, фиброзный, грануляматозный и стадия обострения. Еще раз обращаю ваше внимание, во временных зубах мы будем наблюдать первично хронический гранулирующий периодонтит. Фиброзный и грануляматозный только в постоянных зубах со сформированным корнем у здоровых детей. Классификация МКБ К044 – острый опекальный периодонтит пульпарного происхождения, острый опекальный периодонтит. К045 – хронический опекальный периодонтит, опекальная грануляма. К046 – перикопекальный абсцесс со свищем. Включены дентальный, дентальвеолярный абсцесс со свищем, периодонтальный абсцесс пульпарного происхождения. К046 – имеющий сообщение с ВИЧ с верхнечелюстной полостью. К0461 – имеющий сообщение с ВИЧ с носовой полостью. К0462 – имеющий сообщение с ВИЧ с полостью рта. К0463 – имеющий сообщение с ВИЧ с кожей. К0469 – периопекальный абсцесс со свищем неуточненным. К047 – периопекальный абсцесс без свища. Это может быть дентальный абсцесс, дентальвеолярный абсцесс, периодонтальный абсцесс пульпарного происхождения и периопекальный абсцесс без свища. К048 – корневая киста. Включена киста опекальная или периодонтальная и периопекальная. К0481 – опекальная и боковая киста. К0481 – остаточная. К0482 – воспалительная, парадентальная. Исключена образовавшаяся в процессе формирования зубов боковая киста, периодонтальная. К0904. К09089 – корневая киста, неуточненная. К049 – другие и неуточненные болезни пульпы и периопекальных тканей. В клинике, обращаю ваше внимание, в обязательном порядке используется данная классификация МКБ. Итак, мы сейчас с вами поговорим об остром периодонтите. Острый периодонтит как перифокальный процесс. Инфильтрация периодонта происходит полиможно-ядерными лейкоцитами. Мы наблюдаем быстрое распространение в окружающие мягкие ткани процесса воспаления. При остром и хроническом периодонтите в стадии обострения нарушенный сон, аппетит, температура тела повышается до 38 и выше, ребенок капризный. В клиническом анализе крови мы наблюдаем на увеличение количества лейкоцитов и соя. Острый верхушечный периодонтит может сопровождать течение острого общего пульпита. Мы говорим о пульпит, осложненный периодонтитом. Острый верхушечный периодонтит может быть исходом острой травмы зуба при неадекватно оказанной стоматологической помощи. При остром и хроническом периодонтите в стадии обострения региональные лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации. При остром и хроническом периодонтите в стадии обострения отмечается гиперемия, отек, ограниченный инфильтрат ткани, болезненность при пальпации слизистой в области причинного зуба. Вот так мы наблюдаем острый адонтогенный периодонтит верхней и нижней челюсти. Причем, учитывая анатомо-физиологические особенности ребенка, пористую костную ткань с огромным количеством лакун, этот воспалительный процесс очень быстро развивается. У ребенка вечером заболел зуб, врачу прийти не успели, а ребенок поспал на этой стороне, то есть пригрел данный воспалительный процесс, зубчик перестал беспокоить от теплого, и на утро мы получаем вот такой острый адонтогенный периодонтит. У ослабленного ребенка имеются предпосылки для выраженного течения периодонтита и частых обострений. Наблюдается острый периостит челюсти, при этом инфильтрат по переходной складке у группы зубов или субпериостальный абсцесс. Если в течение суток ребенка не привели к врачу, то мы наблюдаем вот такой острый адонтогенный остеомиелит, запущенная стадия уже переостита, далее продвинулся, идет нарушение и воспалительная реакция в костной ткани челюстей, что безусловно будет провоцирующим фактором, негативно воздействующим на зачатки в постоянных зубов, вплоть до их лизиса. Хронический фиброзный периодонтит. Схематично мы с вами видим очаг деструкции костной ткани, который заполнен фиброзной капсулой, то есть увеличение, фиброзное разрастание тканей периодонта в опекальной области. На рентгенограмме мы с вами наблюдаем вот такой хронический фиброзный периодонтит, расширение периодонтальной щели. В следствии недостаточного, ввиду искривления канала, недостаточного закрытия опекального отверстия, недостаточного пломбирования корневого канала. При хроническом периодонтите боли, как правило, отсутствуют или очень слабо выражены. Сравнительная перкуссия будет болезненно. При хронических формах периодонтита ткани десны могут быть отечны. Отмечается пастозность лизистой оболочки альвеолярного отростка. При этом пальпация будет безболезненно. Возможно наличие свищевого хода, заполненного грануляцией с гнойным отделяемым, но это бывает довольно редко. Хронический периодонтит может быть исходом острого или развивается после неэффективного лечения пульпита. Хронический периодонтит развивается в отдаленные сроки после травмы, вследствие гибели пульпы, даже если зуб остался интактным. При хроническом периодонтите лимфатические узлы незначительно увеличены, малоболезненны или безболезненны при пальпации. Хронический гранулематозный периодонтит – очаг деструкции костной ткани, который окружен фиброзной капсулой. Мы с вами запомнили, что возможен только в постоянных зубах со сформированным корнем. Вот так выглядит этот гранулематозный периодонтит с очагом деструкции с щеткими контурами. Хронический гранулирующий периодонтит – очаг деструкции костной ткани в виде языков пламени. Возможно, постоянное увеличение этого очага деструкции при отсутствии лечения со стороны корневого канала. Гранулирующий периодонтит практически всегда наблюдается во временных зубах. И вот мы с вами видим вторые маляры, деструкция костной ткани, зачаток постоянного зуба находится в отдалении. Клинически мы будем наблюдать свищ в области временных резцов, образовавшийся вследствие хронического гранулирующего периодонтита. Свищ под нижнечелюстной области при хроническом гранулирующем периодонтите постоянного маляра обращаю ваше внимание в понятие «радикулярная киста». При радикулярной кисте размеры дефекта кости на рентгенограмме более 1 см, четкие границы дефекта, корни причинного зуба расположены внутри дефекта, коронка зачатка постоянного зуба может находиться внутри дефекта. Таким образом развивается радикулярная киста. Хронические периодонтиты необходимо дифференцировать с вывихом, неполным вывихом зуба со смещением в сторону соседнего зуба. При этом периодонтальная щель будет сужена с той стороны, куда сместился вывихнутый зуб и расширена с противоположной стороны. Картикальная пластинка при этом будет ненарушена. Хронический гранулирующий периодонтит 2-го временного маляра. Патологический агент был довольно сильный, поэтому произошел зачаток, гибель зачатка постоянного зуба. Хронический гранулирующий периодонтит 2-го временного маляра, гибель зачатка с обеих сторон. Возможно это произошло вследствие общей интоксикации организма, которая воздействовала на зачатки постоянных зубов после рождения ребенка. При тяжелых инфекционных заболеваниях с высоким поднятием температуры тела до высоких пределов она будет токсически воздействовать на зачатки постоянных зубов вплоть до их аплазии. Одним из осложнений при периодонтитах временного зуба является зуб турнера или местная гипоплазия мали, развивающаяся вследствие хронического гранулирующего периодонтита временного резца. Поэтому при хронических периодонтитах у детей во временных зубах необходимо проводить рентгенографическое исследование и при повреждениях, при нарушении зачатка постоянного зуба, в нарушении фолликула необходимо удаление временных зубов при длительно протекающих хронических периодонтитах, часто дающих обострение. Методы лечения периодонтита у детей делятся на два главных пути. Это консервативный, направленный на сохранение анатомической и функциональной целостности зуба, и хирургический, при этом удаление зубов, как источника инфицирования тканей периодонта. Периодонтит во временных зубах, мы с вами говорили, очень часто наблюдается со свищами. Свищами увеличение, выбухание грануляционной ткани в проекции корней зубов. Периодонтит во временных зубах, свищ от 61 зуба. Я хочу обратить ваше внимание, что свищ может наблюдаться ближе к коронковой части зуба, либо в проекции верхушки корня. И это будет зависеть от локализации резорпции. В данном случае резорпция начинается с верхушки корня. А вот у первого маляра, у ребенка, мы наблюдаем непосредственно в пределах зубодесневой борозды, что может быть причиной развития деструкции в бифуркации. Здесь вы тоже видите свищ, находящийся высоко в области бифуркации, видимо, различается деструкция костной ткани. При определении тактики лечения периодонтита у детей необходимо оценить ряд параметров. Во-первых, это функциональная ценность зуба. Например, сколько времени осталось до смены зубов. Не находится ли данный временный зуб в стадии резорпции. Характер или локализация патологического процесса. Насколько интенсивен патологический процесс и насколько часто происходит обострение, если это хронический периодонтит. Техническая возможность обработки корневых каналов, если мы говорим о очень маленьких детях. Уровень соматического и стоматологического здоровья, конечно же, будет оказывать свое влияние на интенсивность процесса, на возможность излечения периодонтитов, либо на интенсивность развития рецидивов. Поэтому уровень соматического здоровья необходимо учитывать. Мы должны понимать, что если у ребенка существуют какие-либо хронические заболевания с декомпенсированной формой кариеса, то гарантировать излечение при периодонтитах мы с вами не можем. Мы должны предупреждать родителей об возможных рецидивах заболевания, образовании свища, повторного образования свища, периодически возникающего. Мы с вами должны определить значение зуба с точки зрения сохранения целостности зубного ряда, особенно если это касается клыков и вторых маляров. Необходимо определить наличие зачатка постоянного зуба, готовность ребенка и родителей к сотрудничеству. Безусловно, хронические периодонтиты у детей во временных зубах они требуют иногда нескольких посещений родителей. Поэтому необходима готовность сотрудничать с вами, родителем и ребенком. На первой рентгенограмме мы с вами наблюдаем разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области верхушек 51-61 зубов. Наблюдается выраженная патологическая резорбция корней резцов более чем на 1-2 их длины. Хронический гранулирующий периодонтит 51-61 зубов. Безусловно, в данном случае необходимо удаление данных зубов для предупреждения образования и повреждения зачатков постоянных зубов. Сохранение данных резцов может привести к нарушению минерализации и развитию зубов турнера. На второй рентгенограмме мы наблюдаем разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области медиального корня первовременного маляра нижней челюсти. Патологическая резорбция медиального корня на половину длины. Частичная гибель фолликула постоянного премоляра. Необходимо срочное удаление зубов периодонтитом. Итак, показания к удалению временного зуба следующие. Во-первых, если зуб является причиной острого септического состояния, либо хронической инфекции организма. Зуб является источником острого адантогенного заболевания периостита или остеомиелита. При повреждении компактной пластинки фолликула постоянного зуба и отсутствии костной перегородки между корнями временного зуба и зачатком постоянного зуба, что дает возможность повреждения зачатка. То есть при периодонтитах главной задачей стоматолога является не навредить или сохранение зачатка постоянного зуба. Это развитие ослабленных детей с пониженной сопротивляемостью. Патологическая или физиологическая резорбция корня более чем на одну треть длины при второй или третьей степени подвижности зуба. При полном разрушении коронки, если до физиологической смены зуба осталось менее чем полтора года, а значит произошла резорбция больше чем наполовину. При перфорации стенки корня или дна полости зуба, при внутренней резорбции корней, при отсутствии эффекта консервативного лечения зуб не выдерживает герметизм. Но в данном случае этот фактор будет иметь значение сколько времени осталось и в каком состоянии корень, насколько далеко находится зачаток постоянного зуба. Мы с вами знаем альтернативный метод лечения, когда при периодонтитах зуб не выдерживает герметизм, возможно серебрение коронковой части и корневых каналов временного зуба. И таким образом мы сохраняем место, чтобы не проводить ортодонтическое, профилактическое ортодонтическое лечение. К сожалению, маленькие дети очень редко носят пластинки для сохранения и правильного развития челюсти после раннего удаления зубов. Поэтому данный этап отсутствия эффекта консервативного лечения будет являться относительным. Вероятность обострения хронического воспаления у пациентов с истягощенным анамнезом. При тяжелых хронических заболеваниях, допустим при хронических лейкозах, такие зубы безусловно удаляются, так как являются дополнительным сенсибилизирующим фактором для развития общего заболевания. Либо при задержке зубов челюсти, при прорезывании постоянного. Рентгенограмма Ученые сделали вывод, что в связи с анатомом, физиологическими особенностями детского организма, Такими как незрелостью иммунной системы, интенсивностью обменных процессов, близким топографическим расположением зачатков постоянных зубов и высокой вероятностью вовлечения их в деструктивный процесс. Консервативное лечение временных зубов при периодонтитах часто бывает нецелесообразным. Консервативное лечение Мы с вами видим грануляции на временном зубе. Пациент 5 лет. 2 года назад проведено лечение 84-85 зубов. Вы видите, они прорезарцинены красного цвета. Лечение было проведено по поводу пульпитов. Жалобы на выпадение пломбы из зуба 85-го. Других жалоб не предъявляет. Перкуссия безболезненна. Переходная складка свободна. В данном случае необходимо назначить на рентгенографическое исследование. И в соответствии с ним решать вопрос о целесообразности сохранения данных зубов. Но ребенку 5 лет в случае удаления 84-го и 85-го необходимо ортодонтическое лечение в виде пластинки и сохранение правильного развития челюсти. Вот мы с вами видим отсутствие зачатка постоянного зуба вследствие обширной деструкции 84-го зуба. Разрежение костной ткани с нечеткими контурами наблюдаем на первой рентгенограмме в области дестального корня первого временного маляра нижней челюсти. Видны признаки патологической резорбции дестального корня. Компактная пластинка, окружающая фолликул постоянного зуба, прерывисто. Прослеживается не на всем протяжении, что свидетельствует об инфицировании фолликула и говорит о необходимости срочного удаления временного зуба. На второй рентгенограмме наблюдается разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области верхушек 52-51-61 зубов, патологическая резорбция корней 51-61 зубов, хронический гранулирующий периодонтит 52-51-61 зубов. Разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области верхушек корней временных центральных резцов верхней челюсти. Периодонтальная щель расширена на всем протяжении, хронический гранулирующий периодонтит 51-61 зубов. На второй рентгенограмме мы с вами наблюдаем хронический гранулирующий периодонтит 2-го временного маляра нижней челюсти, патологическая резорбция корней на половину их длины, компактная пластинка окружающая фолликул постоянного зуба уже разрушена, Разрежение костной ткани с четкими контурами у обоих корней первого постоянного маляра хронический гранулируематозный периодонтит. Корни запломбированы в устьевой части. Безусловно, такой зуб подлежит скорейшему удалению. Разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области медиального корня второго временного маляра нижней челюсти. Медиальный корень полностью резорбирован грануляционной тканью. Компактная пластинка окружающая фолликул постоянного премаляра сохранена. При периодонтите, итак, мы с вами сделали вывод, что при периодонтитах временных зубов рекомендовано их удаление, если существует угроза для зачатка постоянного зуба. Цель же консервативного лечения периодонтита временного зуба – это, во-первых, устранение очага инфицирования периодонта микрофлоры корневого канала путем тщательной механической и медикаментозной обработки корневого канала и его автурации. Обеспечение нормального и своевременного течения физиологического процесса рассасывания корня. Предотвращение повреждения фолликула постоянного зуба. Основные принципы лечения периодонтита – воздействие на систему макроканалов, устранение путридного распада, удаление инфицированного предентина, обезвреживание микроорганизма, воздействие на систему микроканалов, блокирование инфекции дентинных канальцев и воздействие на периопикальную ткань, устранение воспалительного процесса и создание благоприятных условий для регенерации тканей периодонта. Выбор тактики лечения периодонтита временных зубов зависит от этиологии процесса, какого он – инфекционный, травматический или токсический, от течения, острое хроническое или обострение, от стадии развития корня, несформированный корень, период стабилизации корня, период рассасывания корня, от наличия и размеров очага периопикальной деструкции, от соматического и психического состояния ребенка. Консервативное лечение острого инфекционного периодонтита временного зуба направлено на ликвидацию воспаления в периодонте, устранение боли, предупреждение распространения воспалительного процесса на другие участки челюстно-лицевой области. На первом рисунке мы видим обострение хронического гранулирующего периодонтита во временных центральных резцах верхней челюсти. Обострение хронического гранулирующего периодонтита во втором временном маляре нижней челюсти. Десна в области бифуркации 85-го, что соответствует локализации патологического очага, гиперемирована отечна. При надавливании на нее возможно выделение гнойного оксудата. Образовавшийся в тканях периодонтек в судах может найти выход несколькими путями. Через корневой канал, через кость челюсти под надкосницу с вестибулярной или язычной стороны, через свищевой ход, последнее происходит при обострении хронического периодонтита, через десневую борозду, через лунку удаленного зуба. В первое посещение осуществляет следующее мероприятие. Обезболивание при необходимости. Помните, что золотым стандартом детской стоматологии является ультракаин-ДС. Раскрытие полости зуба. Удаление из канала пудридных масс под слоем антисептического раствора. В этиологии патогенезо-хронического периодонтита значительную роль играют ассоциации различных видов микроорганизмов. Поэтому положительный клинический эффект можно получить, применяя комплекс лекарственных веществ, действующих на аэробную и на анаэробную микрофлору. В стоматологической практике для обработки корневых каналов применяют различные антисептики. Возможен использование 3% раствора пероксида в перекиси водорода. 0,2% раствор хлоргексидина. 1% раствор оксихинолона или хинозола, а также ферменты. Обращаю ваше внимание, учитывая широкое пекальное отверстие и возможность дополнительное инфицирование тканей периодонта при неаккуратной экстерпации и проталкивании путридных масс сквозь опекальное отверстие, что, безусловно, приведет к быстрому переоститу и развитию остеомиелита у детей. Необходимо экстерпацию путридных масс проводить поэтапно, непосредственно вводя пульпоэкстрактор до 1,3 длины корня, затем до половины, все это под ванночкой антисептика, промыванием антисептика и затем уже на 3,4 длины, не доходя и под контролем рентгеногравда. Антисептические препараты, которые вы можете использовать при лечении периодонтитов у детей во временных зубах, это четвертичные аммониевые соединения, такие как декамин, алкосепт, каталюгем. Вот так они выглядят. Это возможные препараты йода, йотинол и бетадин. Протеолитические ферменты, которые будут лизировать гнойные массы, они избирательно лизируют некротизированные ткани, гной, кровяные сгустки, улучшают отток из очагов воспалений, не оказывая влияния на жизнеспособные ткани. Кроме того, эти препараты имеют противоотечное и противовоспалительное действия, разрушают бактериальные клетки и стимулируют фагоцитоз. Протеолитические ферменты – это трепсин, химотрепсин, химопсин. Возможно использование растительных препаратов, хлорфилипт и рамазулан, и поверхностноактивных веществ, таких как димексид, которые тоже проводят лизирование гнойных масс. При лечении хронического периодонтита с несформированными корнями у детей для обработки корневых каналов также используется хлорфилипт – это экстракт листьев эвкалипта, 1% спиртовый раствор. Он оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие. При введении турунды с раствором эвкалипта листьев экстрата в корневой канал с большим количеством некротических масс, цвет ее изменяется от зеленого до белого. Клинические наблюдения показали, что хлорфилипт является эффективным антицептическим средством, подавляющим рост микрофлоры корневого канала при гнойно-воспалительном процессе, а также может служить индикатором чистоты корневого канала. Вот вы видите данное средство на рисунках. Для обработки корневого канала при периодонтите возможно использовать имирамистин. Отечественный антисептик широкого спектра действий оказывает иммуномодулирующее действие. При отсутствии оттока оксудата через корневой канал проводится раскрытие пекального отверстия с помощью толткового файла или риммера. Удаление слоя инфицированного предентина со стенок канала. А мы с вами помним, что во временных зубах стенки слабо минерализированы, поэтому удаление инфицированного предентина должно проводиться очень аккуратно, очень щадяще и желательно риммерами с одной режущей гранью. При наличии поддесневого или поднадкосничного абсцесса, его вскрытие и дренирование. В первое посещение после удаления эксерпации путридных масс медикаментозной обработки мы рекомендуем пациенту ротовые ванночки с 0,5% раствором натрия, гидрокарбоната, много жидкости, принимать нераздражающую пищу, не жевать на данный зуб, контролировать сохранность дренирования через корневой канал, закрывать ватным тампоном. При наличии выраженной воспалительной реакции, повышении температуры тела, ослабленным детям назначаем курс антибиотиков, гипосенсибилизирующих препаратов, ненаркотических анальгетиков, возрастной дозе. Отметьте себе, ребята, запишите. Это может быть супрекс. Если детям до одного года, то полтора миллилитра один раз в сутки. От трех до четырех лет назначается от двух с половиной до трех миллилитров один раз в сутки. Детям 5-6 лет 5 миллилитров один раз в сутки. До 10 лет 7-10 миллилитров один раз в сутки. Мы можем с вами назначать азитромицин 250 миллиграмм или 500 миллиграмм. С 6 лет половина 250 миллиграмм один раз в сутки в течение 7 дней. С 8 лет одна таблетка один раз в сутки. С 12 лет одна таблетка один раз в сутки. Если 500 миллиграмм, то с 12 лет по одной таблетке один раз в сутки. Мы в качестве антибиотикотерапии можем назначать сумма мед. До одного года 1 миллилитр один раз в сутки. До 3-4 лет 2,5 миллилитра один раз в сутки. До 5-6 лет 5 миллилитров раз в сутки. До 10 лет 7 миллилитров. 7-10 миллилитров один раз в сутки. Антибиотики, помните, назначаются не менее 7 дней. Следующие посещения проводят инструментальную и медикаментозную обработку корневого канала. Высушивание канала ватными трундами или бумажными штифтами. Введение в канал лекарственного препарата, обладающие антисептическим и противовоспалительным действием. на турунде, либо предпочтительные, если на то у вас есть возможности. Ребенок адекватно себя ведет, и вы можете себе позволить запломбировать временно, потом удалить эту временную пломбу и в дальнейшем пломбировать постоянно. Либо, если ребенок не готов к лечению, и вам нужно сократить время лечения, время приема, он не выдерживает психологически данную нагрузку, то можно провести введение антисептика на турунде. Изолируем полость зуба герметической повязкой. На турунде мы оставляем антисептик предпочтительные, либо ферменты, трепсин и химотрепсин, либо раствор димексида или юдинол. Хронический гранулирующий периодонтит второго временного маляра нижней челюсти. Грануляционная ткань проникает в фолликул постоянного зуба. Фолликул смещен, жевательная поверхность премоляра повернута в язычную сторону. Зачаток постоянного зуба уходит, опускается ниже от зоны деструкции. Пломбирование корневого канала можно проводить только при наличии следующих условий. Во-первых, отсутствие самопроизвольной боли в зубе, отсутствие асимметрии лица, отека слизистой оболочки, подслизистого или поднадкосничного абсцесса, безболезненной перкуссии зуба, безболезненной пальпации десны и переходной складки в области больного зуба, при отсутствии эксудата в канале, отсутствии гангренозного запаха в канале, получение светлых дентинных опилок со стенок канала при их легкой обработке ашфайлами. И в последнее посещение проводят постоянную обтурацию канала, у нас временный зуб, поэтому обязательным, главным условием для выбора корневой пломбы является ее возможность рассасывания, это должны быть нетвердеющие пасты. Цинкоксид эвгеноловая, цинкоксид эвгеноловая с добавлением тимола, это будет тимоловая паста, или с добавлением йодоформа, йодоформная паста. В настоящее время для пломбирования используют твердеющие пасты на масляной основе, поскольку они обладают водоотталкивающим свойством и в молочных зубах рассасываются одновременно с рассасыванием корня. Таким пастам относятся эвгеноловая паста на масле, облепихи, шиповника. Эти пасты пластичные, медленно затвердевают, что дает возможность перепломбировать канал, не вымываются из канала, так как мягкие пасты на основе глицерина. Необходим проводить рентгенологический контроль качества обтурации канала, восстановление формы зуба постоянными пломбировочными материалами либо стандартной коронкой. Вот вы видите очаг разряжения костной ткани значительных размеров в области корней временных маляров нижней челюсти. Патологическая резорция дистального корня, первого временного маляра и медиального корня второго временного маляра, отмечается сдвиг зачатка второго маляра дистально. Смещение и ретенция зачатка первого постоянного маляра нижней челюсти вследствие раннего удаления временных маляров. Лечение острого токсического периодонтита временного зуба токсически чаще всего возникает вследствие воздействия мышьяковистой пасты или фенольного препарата при завышении сроков наложения. Родители ребенка забыли привезти вовремя либо не смогли уезжали. Вследствие этого может развиваться токсический периодонтит. Существуют особенности консервативного лечения острого токсического периодонтита. В данном случае обработка канала препаратом-антидотом при мышьяковистом периодонтите это 5% раствор унитиола, натрия, тиосульфата или 5% раствор йода, 1% раствор йодинола. При повреждении тканей периодонта фенолом обрабатывается касторовым маслом или 10% эмульсией анестезина в касторовом масле. В первое посещение мы обязательно после медикаментозной обработки этими препаратами оставляем, вносим в корневой канал антидот на турунде и герметично закрываем полость зуба на 24 часа. Зуб нельзя оставлять открытым из-за возможного инфицирования его периодонта дополнительного через канал. Особенностью лечения токсических периодонтитов является первое же посещение закрытие турунды с антидотом. При медикаментозной обработке канала и его временной обтурации применяются вещества, обладающие антибактериальными и противовоспалительным действием. Антибактериально-глюкокортикоидные пасты Ландермикс, Септомиксин, Форте, Факалмин, Пульпосептин. Лечение хронического периодонтита временного зуба в период стабилизации корня возможно и в одно посещение. Это возможно при отсутствии в канале гангренозного распада с гнилостным запахом. Наличие такового свидетельствует упревалирование анаэробной микрофлоры в канале. При отсутствии грануляции вросших канал, при отсутствии обострения процесса в анамнезе. Возможность технически выполнить в одно посещение полную инструментальную и медикаментозную обработку корневого канала. Это должен быть здоровый ребёнок с компенсированной формой кариеса. Ребёнок в настоящее время не принимает антибиотики, кортикостероидные препараты, цитостатики и другие средства иммунодепрессивного действия либо наличие священно-десне. Условия причём не обязательные. Корневые каналы верхних центральных временных резцов запломбированы на всём протяжении с инкоксидовгеноловой пастой с рентгеноконтрастными добавками. Паста заполняет корневые каналы и плотно прилегает к стенкам. Периодонтальная щель области верхушки корня 63-го зуба расширена. Мы с вами на первом рисунке наблюдаем хронический гранулирующий периодонтит временных резцов верхней челюсти. Вы видите, грануляционная ткань выпухает из устьев корневых каналов. Хронический гранулирующий периодонтит 74-го зуба свищу в области проекции бифуркации, расположенный ближе к десневому краю. Обработка грануляции проводится камфорофенолом, камфорофенолорамонахлофенолом в смеси фенола или монохлорфенола с анестезином, внесенные в канал на турунде. Процедуру следует проводить осторожно из-за опасности ожога слизистой оболочки полости рта. На первой рентгенограмме мы с вами наблюдаем дистальный корень второго временного маляра задержался в челюсти. Вокруг корня в виде ночах деструкции костной ткани с нечеткими контурами. Корни постоянного клыка и премаляров нижней челюсти не сформированы. На второй рентгенограмме задержка прорезывания постоянных премаляров нижней челюсти вследствие раннего удаления временных маляров. Хронический гранулирующий периодонтит второго временного маляра нижней челюсти. Отчетливо видна патологическая резорпция его корней. Отчак грануляционной ткани широко контактирует с фолликулом постоянного зуба, вследствие чего фолликул смещен в челюсти. Необходимо срочное удаление временного маляра. На нижней рентгенограмме мы наблюдаем нарушение положения фолликула второго премаляра нижней челюсти и поретенцию, что может быть следствием патологического влияния хронического гранулирующего периодонтита временного зуба предшественника на формирующийся зачаток постоянного зуба. При лечении хронических периодонтитов у детей обязательно диспансерное наблюдение. Это осмотр, пальпация переходной складки в области леченого зуба и определение его подвижности. Через 3-6 месяцев появление свищевого хода резорпция костной ткани определяется при пальпации при неэффективном лечении, что является критерием контроля. Необходимо проводить рентгенологическое обследование. Возможно, патологическая резорпция корня или увеличение очагодеструкции ткани, выявленные на рентгенограмме, это показания для удаления зуба. Показания же к удалению постоянных зубов. Это зубы, являющиеся источником острого адентогенного остеомиелита челюсти. Это техническая невозможность осуществления консервативного или консервативно-оперативного лечения периодонтита. Возможно, у детей с хроническими заболеваниями, например, с детским церебральным параличом, при психосоматических состояниях, каких-то тяжелых состояниях, когда ребенок делает невозможным лечения периодонтитов. Клинически мы не можем провести это под общим обезболиванием лечения полностью периодонтита в одном посещении. Это показанием для удаления будет значительное расширение коронковой части зуба, если корень последнего нельзя использовать для протезирования, либо при необратимых осложнениях, связанных с лечением зубов, таких как перфорация дна пульповой камеры или корня во время обострения, при невозможности проведения оперативно-консервативного лечения. Консервативное лечение острого инфекционного периодонтита в постоянных зубах направлено на ликвидацию воспаления периодонта, устранение боли и предупреждение распространения воспалительного процесса на другие участки челюстно-лицевой области. В первое посещение проводят обезболивание, раскрытие полости зуба, сошлифовывание режущего края для ограничения жевательной нагрузки на данный зуб, удаление из канала путридных масс под слоем антисептического раствора, раскрытие опекального отверстия с помощью тонкого файла или риммера, инструментальная обработка корневого канала, удаление слоя инфицированного дентина. Эндодентические инструменты делятся на пять групп для расширения устьев канала, для прохождения корневого канала, для расширения корневого канала, для определения размера канала и для пломбирования корневого канала. При наличии поддесневого или поднадхозничного абсцесса проводится его вскрытие и дренирование. Медикаментозную обработку корневого канала проводят для того, чтобы полностью удалить оставшиеся в дентинных канальцах, боковых каналах и других недоступных местах остатки тканей детрита и микроорганизмы. Антисептические препараты, которые используются во временных зубах, это хлорсодержащие препараты. И ученые выяснили, что необходимым аспектом при проведении медикаментозной обработки является обязательное использование в постоянных зубах 3-5% раствора гипохлорида натрия, содержащего недиссоциированные группы, соответствующие требованиям. Он хорошо растворяет лизированные ткани, при его избытке происходит почти полное растворение довитализированной пульпы, оказывает выраженное антибактериальное действие. Гипохлорид натрия является обязательным в медикаментозной обработке постоянных зубов. Также используется 0,1% раствор хлоргексидина. Безопасный и эффективный иреган, но он не обладает растворяющей активностью по отношению к органическим и неминерализированным тканям, но входит в состав медикаментозной обработки наряду с гипохлоридом натрия. Возможно использование ипероксида водорода, поэтапное использование. Применяют 3% раствор, выделяющий атомарный кислород, оказывающий бактерицидное действие и способствующих механической очистке канала и некротизированных тканей дентинных опилок. Кроме того, дает кровоостанавливающий эффект, служит для остановки кровотечения после удаления пульпы. Для медикаментозной обработки возможно использование четвертичных аммониевых соединений, таких как декамин, алкосепт, каталюгия, протеолитических ферментов, трепсин, химотрепсин, химопсин, растительных препаратов, флорфилип и рамазулан и поверхностно-активных веществ, димексик. Используется общее лечение, антибиотикотерапия, это супрекс, азидромицин и сумамед, мы уже сегодня говорили об дозировках. Наряду с антибиотикотерапией назначаются в обязательном порядке антигистаминные препараты, противовоспалительные препараты и препараты, восстанавливающие микрофлору желудочно-кишечного тракта, такие как бифидобак. В постоянных зубах при периодонтитах возможен либо открытый метод, либо закрытый. Суть открытого метода заключается в том, что после первичной инструментальной и медикаментозной обработки зуб остается открытым. Этот метод показан при обильном выделении из канала гнойного оксудата. Часто при вскрытии зуба, при периодонтите постоянного зуба, при вскрытии мы наблюдаем прямо гнойный фонтан искариозной полости. Вот в таком случае даже после медикаментозной обработки будут выделения гнойных масс, поэтому такой зуб целесообразно оставить открытым. Следующее посещение проводят окончательную инструментальную обработку корневого канала. Полное удаление инфицированного предентина со стенок, формирование канала, обильное и тщательное промывание антисептическими средствами, натрия гипохлоридом, хлоргексидином и другие, высушивание канала ватными турундами или бумажными штифтами, введение в канал лекарственного средства, обладающего антисептическим противовоспалительным действием на турунде либо в виде пасты, что предпочтительное. Обращаю ваше внимание, в постоянных зубах преимущественно и лучше оставлять в виде пасты, содержащие кальций и гидроксид высокой концентрации, более 12 pH, антибиотики, кортикостероиды, метронидозол, гидроформные пасты. И изоляцию полости зуба, герметическая повязка из пломбировочного материала на временной обтурации кориозных полостей, дентин пасты или водного дентина. Закрытый же метод лечения острого и обострившегося периодонтита заключается в полной инструментальной обработке корневого канала и его временной обтурации лекарственным препаратом в первое посещение. Осуществление этого метода возможно при отсутствии или наличии небольшого количества эксудата даже и после вскрытия пекального отверстия, а также на этапе сирозного воспаления в периодонте. Какие же пасты используют для пломбирования корневых каналов в первое посещение при периодонтитах? Это противовоспалительные пасты, используемые для временного пломбирования. Метронидозол, абоксицелин, цифрофлоксацин замешиваются на мазе мирамистин. Данную рецептуру дает московская школа исследователей использования трех антибиотиков, замешиваемых на пасте мирамистин. Данная паста остается в корневых каналах от 1-3 дней до 5 дней. Паста с антибиотиком, она инактивирует микрофлору корневого канала, имеет противовоспалительное действие, противоотечное. При закрытом методе практически всегда пациенту назначают общее лечение. Это нестероидное противовоспалительное средство, антибиотики, антигистаминные препараты, общая укрепляющая терапия витамины и обильное витаминизированное питье. Пломбирование корневого канала можно проводить при наличии следующих условий. Это отсутствие самопроизвольной боли в зубе, отсутствие асимметрии лица, отека, слизистой оболочки, подслизистого или подноткосничного абсцесса, безболезненной перкуссии зуба. При безболезненной пальпации, отсутствие эксудата канала, подтверждается отсутствие изменения окрашивания, введенной в канал турунды с йодаформом, при отсутствии неприятного запаха канала и получение светлых дентинных опилок со стенок канала при их легкой обработке ашфайлом. В последнее посещение осуществляется удаление повязки зуба, тщательное промывание корневого канала, высушивание, постоянную обтурацию канала любым методом с применением бутаперчи и силера. Рентгенологический контроль качества обтурации канала в постоянных зубах обязателен по алгоритму лечения и восстановление формы зуба постоянными пломбировочными материалами или коронкой. Лечение острого периодонтита, вызванного повреждением периодонта, вследствие выведения пломбировочного материала за верхушечное отверстие или связанное с образованием гематома в периодонте в результате травматической экстерпации пульпы, назначаются физиотерапевтические методы лечения. Это высокочастотная или сверхвысокочастотная терапия, 5-6 сеансов при выраженном болевом синдроме, флюкторизация с одномоментным электрофорезом 10% растворя кальция, фторида и ротовые ванночки с раствором натрия и гидрокарбоната внутри прием анальгизирующих препаратов. Вот вы видите выведение осложнения, выведение пломбировочной массы в периопекальные ткани через перфорационное отверстие стенки корня. На нижней рентгенограмме мы с вами наблюдаем ошибку при лечении периодонтита. Избыток пломбировочного материала выведен в ткани периодонта через перфорационное отверстие в медиальном корне первого постоянного моляра нижней челюсти. Полное лечение хронического периодонтита постоянного зуба со сформированным корнем в одно посещение возможно при наличии следующих условий. Это отсутствие в канале гангренозного распада с гнилостным запахом, отсутствие грануляции в ротших канал и отсутствие обострения процесса в анамнезе. При возможности технически выполнить в одно посещение полную инструментальную и медикаментозную обработку корневого канала, а также добиться полной сухости внутри канала, что это возможно при хорошем общем здоровье ребенка. Ребенок в настоящее время не принимал никаких лекарственных препаратов, антибиотиков, кортикостероидных препаратов, цитостатиков и других средств иммунно-депрессивного действия. Лечение хронического периодонтита постоянного зуба с несформированным корнем на этапах роста корня в длину и несформированной верхушки. При этом проводится удаление содержимого корневого канала. Последующую инструментальную обработку проводят очень осторожно, не выводя инструмент за пределы рабочей длины зуба под контролем рентгенограммы. Вот вы видите пломбирование корневых каналов при лечении кистогранулем левого центрального резца нижней челюсти. Корневой канал запломбирован на все протяжение в пределах анатомической верхушки корня. Тот же пациент через 12 месяцев отмечается значительное уменьшение очагодеструкции и восстановление костной структуры в области верхушки корня 31 зуба. Это было проведено в течение года. Было проведено пломбирование кальций-содержащим препаратом, что восстановило костную ткань окружающих зуб и явилось зубосохраняющим методом лечения. Особенностью зубов с несформированным корнем тоже будет методика введения кальций-содержащих препаратов в корневой канал. После полной обработки, промывания и просушивания канала осуществляет его заполнение пастой на основе кальций-гидроксида, затем герметизацию полости зуба. В течение одного месяца проводят замену содержимого канала на свежую пасту. Последующие замены проводят каждые 3-6 месяцев с рентгенологическим контролем формирования корня. Лечение завершает постоянной обтурацией после завершения апексигенеза либо апексификации. Материалы, которые используют на основе гидроксида кальция для временного пломбирования. Токолосепт фирмы Нодиско, Эндокаль фирмы Септодонт, Биокалекс, Денсплаевский материал, Витапекс, Метапекс, Апексдент. Российский Владмивовский препарат. Препараты, возможно использование препарата с добавлением йода формы, но вы должны понимать, что эти препараты могут изменить цвет коронки зуба. Хотя йода формы обладают выраженным антибикробным и антисептическим действием. Это Витапекс, Апексдент с йода формом, Метапаста и Метапекс. Препараты на основе гидроокиси кальция, кальций-гидрооксид, колосепт, хайкал. Калосепт фирмы Нодиско, стерильная аппликационная система гидроокиси кальция в анестезирующих шприцах. Пламбировочный материал для корневых каналов на основе гидроксида кальция, полимерный, без эвгенола. Препараты на основе гидрооксиапатита обладают высокой биосовместимостью, отсутствие иммуногенной и аллергической активности, отсутствие реакции инородного тела, постепенное растворение и замещение костной ткани. Механизм действия гидроокиси кальция – это создание высокощелочной среды, прекращение резорбции костной ткани, стимуляция остеобластов, при покрытии живой пульпы, формирование участка корреляционного некроза, с последующей дистрофической кальцификацией ее волокон и образованием дентинного барьера. При этом ионы кальция участвуют в реакции кости образования и реакции свертывания крови. При соединении с лагой материал увеличивается в объеме в 2,5 раза и закупоривает макро- и микроканальцы. Кальций, содержащие препараты, у них менее выраженные раздражающие свойства, меньше растворимость, выше остеогенный эффект. Это Сиалапекс, Апексид, Фосфодент. Я хочу обратить ваше внимание на мою пациентку, 8 лет, травматический период антит 11-го зуба до лечения. Корень сформирован на 2 трети. Спустя 11,5 месяцев лечения препаратом колосепт фирмы Надиско Швейцария произошел рост корня в длину. 9 месяц лечения – формирование верхушечного отверстия. Год и 3 месяца лечения произошло закрытие верхушечного отверстия, проведение постоянной обтурации и травматический период антит 11-го после лечения. Хронический период антит 36-го зуба. Третий месяц лечения происходит рост корня в длину. Пятый месяц лечения вы видите рост корня в длину. Седьмой месяц лечения. Одиннадцатый месяц лечения – формирование верхушечного отверстия. Четырнадцатый месяц лечения – закрытие верхушечного отверстия и постоянная обтурация. Острый травматический период антит 21-го. 9 месяцев лечения. Рост корня в длину. Закрытие пекального отверстия на 11-м месяце. Следующая пациентка с применением кальций-содержащего препарата. Итак, через 6 месяцев использования кальций-содержащих препаратов происходит восстановление костной ткани детей в основной группе. 100% в случаях контрольной, 80% в случаях апексификация. Через 12 месяцев полное восстановление кости. Положительная перкуссия в контрольной группе в 50% сохранялась в течение 3-4 месяцев. В основной группе с использованием кальций-содержащих препаратов перкуссии не было. По результатам нашего лечения использование для временной автурации корневых каналов препарата Калосепт более активно способствует репаративному остеогенезу и апексификации по сравнению с отечественным материалом апекс-дент. Но использование апекс-дент удлиняет сроки восстановления костной ткани, дает отрицательные эффекты в виде болезненной перкуссии. Но апексификация и апексогенез происходили более длительное время, необходимое для лечения. Для повышения качества лечения хронического периодонтида при завершенном формировании корней используют современные физиотерапевтические методы и один из них методика внутриканального воздействия постоянным током. Используют внутриканальный электрофорез при остром гнойном и хроническом обострившихся периодонтите с раствором трепсина, химотрепсина. После последнего сеанса электрофореза канал корня пломбирует. Для электрофореза возможно использовать 10% раствор калия и ядида. Назначают 3-4 сеанса в каждый канал корня зуба ежедневно или через день. Но необходимо помнить, что использование калия и ядида дает потемнение коронковой части зуба. Вот хронический гранулематозный периодонтит. Каналы запломбированы на всем продвижении в пределах анатомической верхушки. Хронический гранулирующий периодонтит. Восстановление костной ткани с помощью препаратов, кальций содержащих препаратов. Вот посмотрите, обширная деструкция временного пломбирования. Было проведено временное пломбирование корневого канала. Кальций гидроксид, содержащий паста. Хочу вас познакомить с корневой пломбой. Триоксидент, это фирма Владмиева, содержит оксиды кальция, кремния, алюминия, гидрооксид, меди кальций. Стимулирует процессы апекса и остеогенеза. Обладает бактериостатическим действием. Препарат ПРАРУТ или МТА, минерал триоксид агрегат. Препараты на основе гидрооксиапатита, восстанавливающий костную ткань, рекомендуются для временной обтурации КЕРКАП. Или гидроксиапол, полистон, можно комбинировать с описью цинка и эвгенолов. При периодонтитах широко используем физиотерапевтические методы лечения. УВЧ, бестепловое, вакуумная терапия, дренирование для удаления путридных масс и эксудата. Лазеротерапия, возможно использование внутриканального лазера. Магнитолазерная терапия, эндогонизация. Микроволновая терапия или дарцинвализация. Флюктурирующие токи. Ультразвуковые облучения на десну. Внутриканальное ультрафиолетовое облучение, обладающее противовоспалительным, противоотечным, антибактериальным действием. В последнее время широкую известность получила методика лечения хронического периодонтита депофорезом гидроокисимедии кальцием. После пломбирования корневого канала и возникновения боли, возможно назначение вакуума, дарцинвализации, ультравысокочастотной или микроволновой терапии, кучей терапии, флекторизации, дарцинвализации, электрофореза 50% раствора кальция и глюканата в сочетании с электрофорезом 1-2% раствора натрия фторида. Спасибо за внимание. Я желаю вам успехов в лечении периодонтитов. Желаю красивых и счастливых улыбок вам и вашим пациентам. До свидания, ребята. Берегите себя. Спасибо. 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 Спасибо.